Здравствуйте! Добрый день! Как? Здоровья! До Слава Христу! Хорошо. Ну вот, вышел на вас, нашел в YouTube канал, собирался долго с мыслями, решил позвонить, вопросы некоторые накопились, спросить у вас. Есть такой человек Герман Стирлигов, и вот он в YouTube, у него там есть видео, я вам скину, может быть, посмотрите. Он говорит, что церковь вот впала в ересь в 1597 году, и что вот эта церковь, она уже как бы не такая, какая нужная. Он не один такой, кто говорит, а почему на него ссылаетесь, я не пойму? Он просто как бы это говорит открыто, ну как бы в видео это рассказывает, что вот так и так. Как бы больше видео я не нашел и никаких упоминаний, а вот только его. А вы на нашем форуме бываете? Нет. Ну вы по-русски просто зарядите, где-то в Яндексе или в Гугле, форум, форум Игнатий Лапкин. Три слова, форум. И там поисковик увидите, где храм стоит, форум Игнатий Лапкин, больше ничего не надо. Поисковик. И там, где храм Христа Спасителя, справа, в правом углу написано общий поиск. И зарядите стерлигов, там все сказано. Эти вопросы, когда задают, мне до того удивление, даже удивление не могу назвать. В недоумении великом. О чем спрашивается? Человек никакой. Ему только имя может разрушитель. Разрушитель. У него веры никакой нету. Это он дурит просто людям мозги. Он награбил миллиарды, а теперь сидит. Пусть он раздаст сначала, что наворовал. Миллиардером не делается в один день. Чтобы быть богатым, надо сначала тебе купить корову. Сын твой будет держать пять коров. Внук будет держать пятьдесят пять. Вот так накапливались богатства-то. А не так, чтобы проснулся, как Березовский говорит, я сказочно богат. Это воровство, грабеж. Алису придумал там. И у него нет никого нигде. Ни патриархии, ни церковь. Он сначала прилкнул к царообрядцам. Видимо, кто-то попросил денег. Я не знаю, но думаю так. Он сразу от них... Это не церковь. Он сразу высчитывает, с какого года. Не такое исчисление там. Ивана Грозного летописи. Он баламут ужасный. У него все это. У него ни одного слова правильного нет. Единственное, что я нашел у него правильно, он говорит о бороде. Что бороду не считает. А остальное, что давайте плугами, там хлеб будет. Он хлеб там по триста рублей у него есть. Он просто смеется над всеми. Как говорится, лохи. Такое слово есть. И он никого нет. Потом он куда-то еще там где-то греком, даже конца край нет. Видимо, где-то у него попросят, он от них сразу в сторону. А сейчас так. Ни одного нигде нет епископа. Ни зарубежной церкви православной. Нигде, ни у кого. Только он один знает. Там Кирик или кто-то. И больше никому не говорит, где. Ну явно, что он колдует над сознанием людей-то. У меня сколько, когда я был в Москве, мы в этом году разговаривали и ездили. Я начинаю по порядку его разбирать. Я говорю, да не надо, не надо. Все понятно. Нет, вы выслушайте. Я расскажу. Он только разрушать. Он ничего не может созидать. О Боге у него нет разговора истины. Библия переведена неправильно. То есть правильно нет, а эту вырвал из рук. Он как сатана. Он только разрушает. У него нет ни одного слова, на которое я мог бы опереться. Опереться. Библии нету, а тогда ничего и нету. Переводы сделаны неправильно. А он правильно сделал. Он разрушитель и грабитель. И о нем вообще речи никакой нет. Вас интересует о церкви, церковь до конца будет. Он указывает с какого года. Вообще. Церковь Христова, написанная в Евангелии от Матфея, 16 глава, 18 стих. Я создам Господь, говорит, 16-18, Матфея. Церковь мою. То есть, когда он говорил, ее не было. Создам в будущем. И врата ада не одолеют ее. А что такое врата ада? Годители, еретики. Это Ян Златоуст толкует. Создам. А где он создал ее? В день Пятидесятницы. И дали дом Корнили. Вот это из двух частей. Иудеи и изыщики. Все. И теперь церковь идет до кончины века. И будет причастие. Как? Сие творите в мое воспоминание, доколе он приедет. Блаженный Афифилат говорит, доколе и приедет, пока будет второе пришествие. Будет гонение при антихристе, но церковь все равно сохранится. А у него нет. Он как сатана. Он разрушает веру. И патриарх это не патриарх. Епископы, не епископы. Он все, которые есть даже сейчас старцы прозорливые. Которые там сейчас есть люди, одаренные дарами бесов изгонять. Для него никого нет. Он как демон. Что тут, я не знаю, что вы толкнетесь около него? Вы гляньте на его жизнь. Как он живет. Вот собирают людей. Там в Жириновске пришел, сидит хлеб ест, наговаривает. Почему? По духу. Птицы слетаются к подобным себе. Вот кто сидит, вот разговаривает по нему не как, чтобы бросаться. Кто? Жириновский. Есть Стерлигов. Он со стола. У него и терю берут, ему не нравится. Он хватает и бьет. Ну, явное дело, что он не битый. Как раз по мусалам не съездили. Он оттолкнется на свое где-то. Ну, разве так делать? Он знает, что идет съемка. Что это будет в интернете. Ему даже он уже никакой нету. Ну, как Жириновский. Он берет женщину за волосы, трепет ее. Ну, нормально это или не нормально? Я уж не говорю цивилизованное общество. Среди дикарей так не делается. У дикарей тоже существует определенный этикет. А здесь ничего нету. И вот он хлеб надо, как сейчас надо, чтобы не тракторами пахали. А сам приехал на машине. А где ты бензин-то возьмешь? Ну, явное дело, что он людей ни за кого не считает. Потому что я вас оббирал миллиарды, но он вовремя ускользнул. Его не успели пристрелить. И он над ними смеется. А это вас таких оббирать там духовно обкрадывает. Он разрушитель. Он самую малую веру разрушает. Истинная православная церковь там, где есть епископат. А что, благодатная Московская Патриархия? Благодатная. Но только истинная есть, а служители у истины неистинные. Вот когда они начинают корыстолюбие заниматься только ради денег, не идут проповедовать. А теперь об этом Патриарх Кирилл говорит, давайте миссионеры, чтобы в каждой были. В приходе в каждом, в общем-то, нету нигде. Правильные слова. Но дальше-то они не идут. Был он в Дальнем Востоке. И когда вернулся, и говорит, состояние-духовная развалина. Ну, а дальше не договариваешься, что ваша вина, то вы такими сделали. Как Смирнов сейчас выступил. Дмитрий Смирнов. Мне сегодня ролики его кинули. И призывает сектантов громить надо. Там окна бить кирпичом. Одурели попы. А он сидит вот на два креста. Разлепешился вот такой по объему. Ну, посмотрите. Это сегодня есть. Ему выставляют статьи Уголовного кодекса. Конституцию нарушает. Откуда ты взял, что так обратиться? Я привожу сегодня. Я редко выступаю в этом. Но под этим роликом. Вот если вы... Я могу даже показать, как он называется там. Поп-провокатор или как-то называется там. Или подстрекатель. Что-то такое. Но я выставил момент, что Карфагенский собор поместный. Поместный. Это в 318 году. Себе черкните. В 318 году. Для Германа это никакой роли не играет. В 318 году. 77 правило. 77. Оно говорит так. С серетиками обращаться кротко. Не кирпичами бить. Не подбивать президента царя, чтобы издал закон. Чтобы их отсюда выгнали. За 40 минут законы выгнать их отсюда. В советское время с ними так. Они сидели. В советское время попов расстреливали. О чем ты тоскуешь, поп? В один год 200 епископов убили. Он все еще тоскует по этому. Это сегодня ролик выставили. Ну куда это годится? Прямо. И вон сидит его как трясучка. Сделали так, что лопаются. На его совести может быть тысяча людей, солдат наших убитых. Смирнова я говорю. А танки все это в Чечне освещал ты. В Афганистане все это на их совести лежит. Им рта не надо раскрывать. Гной течет изо рта и кровь. А они начинают учить бить сектантов. Ты работай среди ними. Среди них то. Посмотри какие люди прекрасные. Как они верят в Бога. Но они не в церкви. Ну а ты для чего? Я покажу сколько в моем доме пришло сектантов. Баптисты там, адвентисты. Какие. И они делаются священниками. Ну все в патриархии. Я никуда не призываю больше. Какие они прекрасные. Это лучшие священники. А давайте их бить. Да где ты это видел то? Тебя бить могут. В одну щеку подставь вторую. Вот это да. А чтоб ты бил такого нету. Нету. И он на весь мир и выходит. А он знает что он под крышей. Его крышует там президент или кто-то. Да если нормальный человек я скажу или кто-то меня сегодня уже после обеда арестует. И Герман он к чему призывает то? Ну давайте. Церкви нету. Вот на одну минуту задумайтесь. Сейчас церкви нету. Не истина. Все храмы до одного закрыты в России. Ну давайте на минуту вообразим. Жить по Герману стерлингу. Он не стерлингов, а стерлингов. Вот измерение стерлинга в английской финансовой пирамиде. Вот так. Все церкви закрыты. Ни одному человеку не причаститься. Ни крещение принять. Никого венчать не будут. Я не говорю что правильно венчать. Но надо правильно. Венцы то надо на голову надевать. Вот так вот чтобы они были то. А не так что сзади держат там это. Крестить полное погружение. Но он об этом не говорит. Он неправильное. Неблагодатное. Это не церковь. Не церковь. И мы его послушали. Все сейчас рты разинули. Как вот вы молодые едете туда. И что дальше? История неправильная. Летоисчисление неправильное. Библия переведена неправильно. Неправильно? Ее закрыть надо и убрать. Библия неправильная. Минутку. Слова его на минуту вообразим, что он говорит правильно. Неправильную. Дай мне правильную. Библия. Это называется святая Библия. Кроме того называется слово Божие. Слово Божие. И священное Писание. Три названия у нее. Но она неправильная. Но без нее жить мы не можем. Это откровение Божие. Это Евангелие, послание, откровение. Но оно неправильно. Почему Герман Львович Стерлигов сказал? Неправильно. И мы сейчас проживем полчаса по Стерлигову. И вы увидите, ничего нет. Одно разрушение. Значит, неправильно. Теперь это синодальный перевод, который есть. Четыре духовные академии переводили. Это еще до революции. Он определяет, до революции неправильно было. Вы вдумайтесь в это. Теперь миллионы людей только на основании Святой Библии нашли путь. Но я имею в виду русский синодальный перевод. Теперь синод зарубежной церкви издает этот самый перевод 1876 года. Издает патриарх Алексей I, Пимин издает, Алексей II, патриарх Кирилл. И все издают синодальный перевод. Сектанты, баптисты, адвентисты, харизматы, католики. Все издают синодальный перевод. Один Герман говорит нет. Он лишает сразу минимум 300 миллионов людей хлеба. Он не просто разрушитель, это сатана в образе человека. Вы маленько-то вдумайтесь. Если мы это отнимаем, а теперь переводы в Библии сделаны Иоанна Златоуста, Блаженна Фефилак и везде, где говорится сущее, то есть толкование Евангелия, но Евангелие-то надо приводить, оно приводится в русском переводе. Неправильно. Ну и дальше-то что? Нам полчаса не надо, за 5 минут мы увидим, это чума болотная. Вот и все. Там больше ничего нету, там сатана. И молодые спрашивают, кто-то говорит, Герман, Стержин, ну ты маленько-то глянь, сравни, о чем он говорит. И он не все абсолютно знает делать. Я где-то почитал, он пещи знает, как делать. Я 40 лет пищником. Он меня учить будет. Я не знаю, он жену свою учил, как правильно рожать или нет. Он абсолютно все знает. А он ничего и не знает. А как и беседовать? Я главное достояние имею, моя душа, примирившаяся с Богом. А это неправильно. Я говорю, мне Бог дал Святую Библию. Это главное мое сокровище. А он сразу, а это неправильно, и все, он выстрел сделал. Ну ты-то имеешь оборону, веру. Правильно. Которое переводили, там было только два канонизированных. Макарий Глухарев и митрополит Пиларет. Дроздов. Церковь канонизированная. Русский перевод синодальный 1876 года может соперничать с самыми лучшими переводами в мире. Там были переводчики, которых сегодня во сне нет. Ну один пример. Вот. Герасим Петрович Павский. Профессор. Как он знает язык? Древнеевреевская. Он пишет учебники для евреев. Школ. Вообще. Это какое знание? Я знаю русский язык, но писать учебники никогда не делаю. Дальше. Хвольцом. Давид Аврамович. Это еврей крещеный. Профессор Лепсевского университета. Примнувший православие. Применевший православие. И он делает перевод Ветхого Завета. Книги его. А Павский, это Псалтырь, Евангелие от Матфея, все. Я лично беседую с Александром Менем, которого убили. Он еврей. Он работает с оригиналами. И это в аудио, на моем сайте есть. А на форуме, в Ворде. И я спрашиваю. Отец Александр, вы могли бы переводить как... Вот Хвольстон. Он думает, что, конечно, нет. У него ума. Это энциклопедические знания отца Александра. Он мгновенно говорит, да нет. А сегодня берутся переводить. Неправильно там начинает где-то Свято-Тихоновский институт. Ищут где-то там Касьяна перевод. Я эти все переводы начитывал на пленку. Не просто считал. Ни в какое сравнение с синодальным нельзя даже рядом поставить. Синодальный перевод – пренебесное звучание. А то вульгаризированное. Приниженное. На русском языке русская Библия, это имеется в виду в русском переводе Библия, это самое красивое, может быть. Как переведено. И даже где курсивом, какие слова недостающие, все. Притом, четыре академии представляли материал перевода в синод. У него было, кажется, в месяц три присутственных дня, и один день посвящали рассмотрению поступающих глав перевода. Вот как было. А потом отдельно еще смотрели митрополиты. Это знание было, сегодня вообще такого нет. Я сам на нескольких языках мог разговаривать. Но мои знания верхушки. Хотя я с людьми разговариваю с немцами, и они даже не отличат меня, что я с немцами разговаривал. У немцев выступаю и говорю проповеди. Но я знаю, мои знания крохотные, мизерные в сравнении с тем, какие должны быть. А это Герман решает. Ты можешь это сказать тогда, когда будешь знать латынский язык, мертвый язык, древнееврейский, древнегреческий, арабский минимум, и знать так, как знали переводчики. А сегодня по словарю что-то ищут. Да по словарю что искать. В английском словаре слово «кос» имеет, кажется, то ли 72 значения. Значение? А как узнать? А вот опыт. Одно означает маленькая звездочка у младшего лейтенанта морского флота. Ну и все. А другое – не сданный экзамен у студента. А третье – последний месяц женщины беременности. Да что общее-то между... А вот как у нас коса. Что такое коса? Коса – коса у женщины. Другая – коса, которая косит. А третье – мелководина на море коса называется. Корабль попал на косу. Ну одно слово. Или пар. Пары идут, это поднимается. А другое – пары – это земля вспаханная, которая... Ну надо маленько-то смотреть. А как? Из контекста. Ничего этого. Тот человек, который восстает против перевода на русский язык Библии, ничего он не знает. Я поражаюсь всегда, как они осмеливаются прикасаться к тому, что выше нашего разумения. Ну вот единственное, что мне нравится, это он за то, чтобы... Как бы не то, чтобы в городе жить, в большом, а на земле. Это, мне кажется, правильно. А вот остальное про церковь мне не нравится, что он говорит. А что не нравится? Тут дело-то не нравится-то. Он может позволить себе такую роскошь сначала миллиарды. Не миллион, а миллиарды. Это еще заработает. Да, и поэтому нанимают там кого-то сейчас, а другие. А да вот туркмены были. Его спрашивают, а Боге-то им говорите? Да нет. То есть, что он может сказать-то? Он опустошенный, обкраденный. Он нищий, слепой, ему надо мазь купить у Бога, чтобы увидеть свою нищету. Он надмивается. И везде он говорит с таким опломбом. Это там говорит, где ничего не знают. А когда знаешь, его двумя фразами на место можно поставить. А он начнет тогда кидаться с чем-то. Хулиган? Я знаю, кто из миссионеров говорит правильно. И всех говорит Олег Стеняев. Олег Стеняев. Священник. Он беседует с сектантами. У него всегда Библия открытая. Олег Стеняев. Вы много найдете. Он беседует там с харизматами. Где-то с другими людьми. Я беседую. Я миссионер 53 года. Но у меня другой подход. Я вот гляжу, как Данил Сысоев работал. У меня другой подход. Я выставляю в ролике. Вот я в доме мулы ночевали мы. Знакомые. Мусульмане. И как мы беседуем? Я определенно стих беру. На Коран вообще не ссылаю. Зачем мне брать книгу, которой я не доверяю? У меня Библия. Моя задача привести его к Библии. Я там не нужен был. Чтобы он вопросы задавал не мне. Вот это ошибка вся. Вы сейчас вопрос задавайте, если какой есть. Но только задавайте все время. Думайте, Господи, дай мне ответ. И мои ответы для вас никакой цены не могут иметь, если они не подтверждаются Писанием. Я сказал, как обращаться с середиками. Я сразу называю, какой собор, в каком году, какое правило. И вы сейчас откроете книгу правил. Это правда. Нигде не написано, что эритиков надо бить, гнать и прочее. Нет этого. Обращайтесь кротко. У них нет ничего в доказательствах. Говорите. Вот тут про учебу еще хочу спросить. Мне нравится, например, делать что своими руками, копаться в каких-то механизмах. А мать меня отдала, сказала, типа, вот, зачем тебе в армию идти? Иди лучше на экономиста. Но у меня не лежит душа к экономике или к чему-то. Как вот объяснить ей, что не нужно. Я, наоборот, даже мучаюсь, когда учусь там. Слушай, Андрюша, внимательно только. Бери быстро, записывай на бумажке. Самая важная специальность, самое важное. Струженик сельского хозяйства. Рот. И напиши рот. Для рта. Это пшеница, это скотина, это пчелы, молоко, птица. Рот. Первое. Это что было в раю? Когда был человек, еще не прикрытый, ему ничего не надо. Но когда согрешил, второе, это одежда. Напиши, текстиль. Одежда. Вам нужна вот эта зеленая майка или что у вас там? Нужна. Обувь нужна, текстиль. Это второе. По важности. По важности. Когда будешь набирать. Ты хочешь самую важную работу. Значит, иди в деревню. Бери участок земли, обрабатывай. И детей привещайся. Привещай к этому. Как Лев Толстой говорил. Хочешь развратиться, поезжай в город. Безделие. Третье. По важности. Третье. Строительство. Это и фундамент закладывать, и крышу, и красить, и электричество проводить. Все остальное. Все остальное на пятом, на сто пятом месте. Все. Вот три. Это главное, которое ты можешь. Я подавал документы, когда сдавал экзамены в сельскохозяйственный институт. Но документы забрал. То есть с первого я забрал эти документы в зал строительный техникум. То есть я перепрыгнул через второе, текстильный меня не привлекал. Я прожил жизнь как строитель. Я везде нужен. Куда бы ни походить. Дачи строят, дома. Я прожил, нужды никакой не имел. Это везде требуется. Сейчас, ну, другое. У нас по-другому было штукатуре. А сейчас там потолки натяжные. У нас тут ребята работают. Вот в этом. А экономист. Вот у нас один экономист. Он закончил экономически. Он никому не нужен. Сегодня задача такая закрыть эти университеты. Прямо открыто уже говорят об этом. А кем он работает? Пошел сварщиком. Там где-то газопровод ведут. Вот мы строим с нуля деревню. Поступает, ну, желание, чтобы было. У нас может поселиться, кто докажет, что он не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Вот пять качеств. Не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Тогда мы с ним разговариваем. И вот один пишет, говорит, у меня два высших образования. Но делать я ничего не умею. Так а зачем ты нужен? Зачем? Другой. Вот у нас здесь есть. У него ни одного высшего образования нет. А он работает в автосервисе. Он может любую машинку отремонтировать, что хочешь. Вообще образования никакого нет. А у него отец такой мастеровой, и сын этому научил. А сейчас его посылают в командировку в Москву. Ну, новые модели машины, он все должен знать. И он все время повышает свой уровень. Всегда при деньгах. Он в дороге кто есть, остановится. Он остановится и поможет. А экономить что? Что экономить, когда у тебя денег-то нет? Экономить, когда не есть. Не ходите, я бы никогда не посоветовал. Мама сказала, а у вас может быть другой наклон. Вы же не для мамы. Ну, я, да, я же говорю, что не для этого, как бы, не туда меня тянет, не экономисты. А получается там лучше самообразовываться. Там, например, в школе у меня было это, как там называется. Ну, в общем, замена технологии в 10-11 классе. Я ходил в автослесарку. Мы там изучали автомобиль. И так это и было интересно. Я и на отлично закончил. А теперь, как бы, я говорю, что я хочу куда-нибудь поступить, ну, вот, чтобы руками там работать, чтобы механизмы там интересно, чтобы мне было, чтобы я, как бы, затянулся туда и учился бы. И потом пригодится в жизни. А вот высшее образование, получается, экономическое, оно же мне никак не пригодится. Вот сейчас, допустим, рухнет там рубль или что-то, и куда я пойду с этим, с этим дипломом, с этим, ну, что их очень много таких людей, как я. А рабочих специальностей сейчас мало. Андрюша, запиши. Ефесянам 4.28. Послание к Ефесянам 4.28. Вот так отделяется. Слушай внимательно. Кто крал, ворвал, вперед не кради. А лучше труди, сделая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающимся. Задача такая, чтобы у тебя были деньги, чтобы ты мог платить десятину священству, и у тебя, чтобы все было. Прокормил себя, президента и всех депутатов, чтобы вам что-то осталось. Ну, откуда налоги-то берут-то? Берут-то с тех, которые работают. Дальше. Первое фессалоники, САК 4.11. Запишите. Первое фессалоникийцам. Это в Святой Библии написано. 4.11. И усердно стараться о том, чтобы жить тихо. То есть ни на какие манежные площади не надо ходить на Майданы. Делать свое дело и работать своими собственными руками. Не чужими руками жар загребать. Своими собственными. Как мы заповедовали вам, Павел говорит. Ну, как? Все ясно. Вы маме эти слова прочитаете. Скажи, мама, я вот не мог правильно ответить или понять. А вот теперь Господь, Бог мне отвечает. А то Дух Святой отвечает вам. Меня здесь нету. Я просто указал места. Какие мои слова? Ты скажешь. Апостол Павел сказал. А Павел, говорит, не я сказал. Петр говорит, это писали святые Божьи человеки, будучи движимым Духом Святым. Знаете это? Нет. Нет, не знаете. Вот я сейчас вам расскажу, покажу. Вот. Надо записать вам будет. Это апостол Петра. Второе Петра 1, 21. Второе послание Петра 2, Петр, точка сокращенно 1, 2 и точка 21. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимым Духом Святым. Святые люди двигались Духом Святым. Вот что написано. Это Библия. Это абсолютный авторитет для всех во всем мире. Я вам прочитал. И вы маме это покажите. Так отвечает Господь Бог. Библия – это главный авторитет. Авторитет в церкви, авторитет в жизни. Вам сколько лет? Мне 18. 18? Ну так вам уже пора определиться. Ну вот я определился. А вот родители дают – вот, получай высшее образование, куда ты пойдешь, на шее сидеть будешь. Наоборот. Наоборот ты сидеть не будешь. Ты будешь работать и получать деньги. А у вас будет уже опыт. И дальше у вас будут… Раньше было так, разряд был. Разряд там… Ну вот я и говорю, что… Повышают там. Ну классность, как говорят. Шофера класс имеют. На каких машинах можно работать. Ну да. Нет, нет, Андрюша. Поговори с родителями, убеди их, чтобы они вас благословили. Иди туда, где с машинами возился. Это очень почему. Потому что в сельском хозяйстве, на первом, сельское хозяйство, машины нужны. Во втором, машины нужны, текстильная промышленность, они не челноком же где-то. Вот. Третье, о чем говорили, строительство. И там машины и краны подвозят, и пилят. То есть человек, возящийся с машинами, везде востребован. Везде, без него никуда. И вы себя просто поставьте. Это мужская работа. Да, тяжелая, трудная. Это в мазуте будешь, но еще вымоюсь. Вы сумеете убедить? Убедительно покажите. Скажи, мама, ты едешь на транспорте. Кто возит это? Это люди, которые трамвай строили. Кто-то шпалы эти пилил. Кто-то на бетонном заводе работает. Вокруг, гляньте, дома. Кто строил? Мы же живем это. А одежду кто нам это приготовил-то? Кто вот эти наушники сделал? Ну и понятно, что не те, которые экономисты сидят. Там ничего нету. Никто этого не знал. Экономисты, бухгалтеры были там, подсчитывали кому сколько за экономист. А сегодня везде там дизайнеры, глупости всякие. Стоят с вылизанной чашкой, с пустой. Не стыдно, ничего. День отбыл, пошел домой. Да как пошел-то, когда ты ничего не заработал? Посмотри, Китай, как продвигается вперед. А почему? Там все время молотки стучат. Они работают. И у них дорогу, когда строят, дорога окажется в 7 раз дешевле, чем у нас. В России строят дороги. Дороги, сейчас я могу ошибиться, недавно я в газете прочитал, чуть не в 5 раз дороже, чем метро строить. Метро под землей. Там все это варьё одно. А вы переломите обстановку, вы молот. Всегда говори, мы сможем, я не один, я с Богом. И товарищам скажи, давайте настоящую работу мужскую иметь-то. У тебя и жена будет обихоженная, и дети сытые. Потому что ты даже придешь с работы домой, а где-то надо сделать... Вот мы работали на стройке, я прихожу домой, а у меня уже машина, подъехал человек. У меня дача, ты не поможешь. Помогу. На стройке-то я получаю по государственной норме, а тут-то у меня другое. Допустим, я работал сторожем. Ну, меня гнали там после тюрьмы, не давали работать. Ну, сторожем там, внеедомственной охраны. 72 рубля в месяц. Ну, 72 за месяц. Это старыми теми деньгами. Ну, вот нужно ремонтировать базу. А они обращаются ко мне, знают, что и краска, все будет целое. И я в течение 15 дней заработал 750. В 10 раз больше, да умножь еще то, что я полмесяца был, это в 20 раз больше. Вот и все. Почему? А у меня с этого ни налога, ничего нет. Я цену диктую. А цена эта, согласно норм, какие были. Так они сколько потом начальство будут рассуживать? Краски-то почти в три раза меньше истратили. Почему? Банка осталась, она все равно высохнет. Я пришел, банка осталась, там, третья часть года. Да заберите его, теперь я возьму. Нигде ничего нельзя трогать. Никогда нигде не воруй. Тебя ценить будут, вот цена какая. А родителей убедить ты легко докажешь. Скажи, папа, мы все, как там, мы звали тяти. Вот, отец говорил, ты так, сынок, работаешь, чтоб тебя еще раз пригласили. Я вот никогда без дела не сидел. Я переплесчик-реставратор. Свободное время на работе. Ко мне государственные привозят, ну, допустим, какое-то там, это, районное. Им надо переплетать документы. Я переплету, они как тома, говорит, Ленина стоят. Я реставратор. Со старинными книгами. Всегда кому-то пилу надо наточить. На работе сижу, валенки кому-то починить. Ну, то есть, работа сама в руки идет. А когда сидит человек грамотный, они что не знают? А что грамотный-то? Я самостоятельно учу, что надо. И беседуя с академиками, с профессорами, никогда не чувствовал недостаток. Почему? Бог просвещает разум. А как? Через Духа Святого. Дух Святой. И вы просто, ну, возьмите пример с апостола Павла. Он был апостол и работал своими руками. А что делал? Палатки. Изготовление палаток. Палатки, палатки, которые там, туристические там. Какие они были палатки, мы не знаем. Но написано палатки, изготовление палаток. То ли ткал, то ли сшивал, то ли из кож это было, или шерстяная материя. Это мы не знаем. Но палатки абсолютно точно. Павел всегда говорит, работайте своими руками. Чтобы было из чего уделять. Вот цель какая. Чтобы было из чего нищим помочь, нуждающимся, прокормить родителей. Заработок должен быть хороший. Но как только получил ты тысячу рублей, сто рублей сразу отдай священнику, где ты исповедуешься. Десятина. Тогда ты будешь благословенный. Попутно скажу, никогда не проклинай евреев. Вот это благословение. Никогда. Евреи, они обобрали страну, они революцию сделали, царя убили. Я ничего не опровергаю. Я только говорю одно. Не проклинай. Библия говорит, проклинающий проклят будешь. Им ничего не будет от твоих проклятий, но ты будешь проклятый. Ты их благословляешь, чтобы Бог их обратил, чтобы они стали христианами. И они будут другими. Ни правителя там, ни Путина, ни Порошенко, никого никогда не клещи, не ругай, даже правду говорить. Нам дано право молиться, молиться за них, чтобы Бог их вразумил, дал страх им. Вот мы встретили, чтобы наша встреча была наполнена добром. Я это все вам говорю из Святой Библии. А вы знаете, как переводится имя Андрей? Ну, примерно. Ну, именно. По-моему, «Заступник», там что-то сильный. Нет, нет, нет. А, не так? Это Алексей. Это Алексей «Заступник». А, Алексей. А, «Храбрый». Храбрый. Есть такой фильм, там Шотландия, мне поставили, кажется, называется «Храброе сердце». Не видели? Не видел. Он за освобождение там, ну, в Ирландии, там, где они боролись. Потом, как его казнили. Ребятишки любят этот фильм. Храбрый. Но, главное, храбрость твоя должна быть заступиться за бедного, за обездоленного, за обижаемого. Не кулаками. Не кулаками, а молитвой своим примером. В первую очередь, вот сегодня помолитесь, и я помолюсь за вас, и вы подойдите к родителям. Сегодня же, не завтра. Время идет. И пока нельзя, если учиться, или кончил там учиться, начинай, приходи, покажи себя. Тебя будут ценить. Тебя просить будут прийти где-то. Нигде не бери чужое. А цена твоя, ты ее бери, не отказывайся. Из этого отделил десятину, остальное распорядистам, нищим, себе, домашним. Я говорю, как Бог дает мне это понимать. Согласно Слову Божию. Дальше. Так. Ну, тут еще хотел спросить, например, про бороду. Да. Смотрел ваши видео, очень интересное, 30-минутное, про Библию. Много вы приводили примеров и цитат. И вот, например, есть друзья, которые тоже я их мотивирую, говорю, ну, вот отращиваю, у тебя нормально, растет же все. Они говорят, ну, вот, на меня там давят, на меня там говорят, что-то вот некрасивое, там все дела. Я говорю, ну, это же естественно, Бог, Бог, Бог дал, он лишнего ничего не дает. И вот, что по этому поводу важно. Ну, Бог дал. Ну, ты не можешь сказать, что глаза некрасиво, а я их перекрашу. Нос такой, ну, можно сделать пластическую операцию, но потом-то он будет проваливаться у тебя. Это Бог, мой Бог, он дал мне жизнь. Почему? Ну, все понимают, если уже мы взрослые люди говорим, вот, когда человек зачинается, ну, как вот икра, так это семя мужской, сперматозоиды, ведь речь идет о миллионах, не о тысячах. В миллионах. Ну, почему именно я прилепился и развился? Почему я был победителем там, ващеями матери? Бог. Бог. И каким мне быть? Что-то от матери у нас, что-то от бабушки. Бог. Чтобы они, видя свое отражение во мне, любили меня маленького. И мы даже доброе впитывать, а худого отвергаться. Ну, на все смотри глазами, просвещенными Духом Святым. Господи, а как это? Они говорят, вот там борода такая, да что ты? Ну и что? Нам дано не только веровать, но и страдать. Я смотрю, апостол с бородами. Вот вы зайдите, материал, если нужно, я сброшу вам о бороде. Но это надо вам зайти в мой мир, и там я бы легко сбросил, файл прилепить можно будет. Да, проще вот как. Вы зайдите на наш форум, который записали, и там зарядите борода. О бороде. Вот. А вы на нашем ютубе-то бываете на канале? Да. Вот. И там зарядите борода, Вася. Я беседую с юношей. Мы, я не один беседую, там мы вчетвером были. Вот. Вот относительно бороды, Герман Львович Стерлигов отвечает правильно. Я против него ничего не имею, просто я вижу, он хулитель, хулитель истины Господней. Об этом правильно, я сразу выдвигаю, говорю, он сказал правильно. У меня с ним делить нечего. У меня пенсия 5608 рублей, минимальная. Я в России живу, в Барнауле. 5608. У меня ни копейки, нигде нет дохода. Нету. Я живу, и голодным ни разу не ложился спать. Почему? А Бог? Бог знает, что я ради Него всем пожертвовал. И мне легко жить. Мне легко вам это говорить. Не так, что говоришь, а ты сам-то как. Ну, вот так, все посты соблюдать, если православный. Сейчас идет пост, и до Рождества ничего молочного, мясного, яиц, чтоб не было. Рыба сейчас может только в субботу, воскресенье. Вот до сегодняшнего дня можно было в другие дни, кроме среды и пятницы. Я православный, и вопросы все сняты. Все правила, все я должен выполнять. Притом, выполнять с радостью. А они мне в радость. Вот так. И вот еще это. Я как-то начал отращивать бороду, по-моему, прошлой весной. И отец сразу штыки воспринял. Вот, молодой, в институт поступать, не это, плохо поймут тебя, там, чего ты отращиваешь, что-то тебе надо, типа. Так, слово отращивать исключительно из лексикона, ее отращивать не надо, она сама растет. Ну да. Отращивать этого нет слова. Наращивать, это там, где ты сам, допустим, какой-то столб, бетон, а ты на него наращиваешь, подливаешь и подливаешь дальше. Скажи, я ее не трогаю. И она растет. Отец что сказал? Ну, сказал и все, отец заботится о тебе. Ты поблагодари, скажи, как там, папа или тяде. Скажи, я соблюдаю ради моего Господа, не хочу искажать этот образ. Вот у нас есть ребята, которые в армии отслужили с бородкой. У вас хорошая бородка. В армии, в армии отслужили. Закончили институт с бородкой и работает не где-то, представь, работает следователь по особо важным государственным преступлениям, в краевой прокуратуре. И ничего, никто не трогает. А вы посмотрите, большая советская энциклопедия, другие. Павлов, какой с бородой сидит. Макаров, ну вот, вообще, адмирал Макаров. Другие там. Даже Мичурин, даже Циолковский там. Ну, всех дальше. А еще раньше взять. 100% были с бородами. 100%. Вот тут приезжал одно время из Кубины, кубинский лидер, Фидель Кастро, какая у него борода шикарная. Вот такой как ты есть. Вот такой какой я есть. Возьми меня, Господи. Борода говорит о том, что я люблю моего Господа и признаю его творцом своим. У Давида услуг, когда обрели половину бороды, он даже не запустил в город Иерусалим. в этот материал о бороде, зарядите, у меня там все это найдете. А, когда зайдете на сайт, сайт, на сайте не были? Был. Были. А на сайте вы там как раз и найдете. Вот первая книга, которая там открыта, к истинному православию. Вы в нее только скинете, и там пойдут заголовки. А там о заголовке на улице Бродобрития на сайте. Там в раскрытом виде она. И о Бродобритии все, что я хотел сказать, все там сказано. Это мои материалы, мои книги. Я очень тщательно работал много лет, речь шла о десятках лет. Материалы собирал посрочно. Посмотрите, как Лев Толстой, другие там, ну, Фет, я уже называю таких Некрасов, у которых вы знаете. Ну, посмотри, как они, какие борода у Льва Толстого вот такая вниз. Да, да. И жития святых. Я признаю, власть моего Бога, это ваша власть, мудрость ваша. Так говорят. Почему? Потому что мудрость приходит с годами, а борода растет не у молодого. И как раз это соответствует мудрости. В бороде нет мудрости. По бороде-то, говорит Авраам, а по делам хам. Чтоб такого не было. Мы должны любить нашего Господа. Посмотрите, иконы все. Пройдите иконы, посмотрите. Все с бородами. Дальше говорите. Да, вот еще про армию вопрос. Как быть, если она не хочет, чтобы он был бородом? Так, слушайте. Вот, когда откроете Кристиному Православию, на сайте, на сайте Кристиному Православию, и там есть такая статья, называется «А я говорю вам, любите врагов ваших». Щеркните себе. Там полный ответ. Кристиному Православию на сайте «А я говорю вам, любите врагов ваших». Это слова Христа. Я расскажу, как у нас, ребята. У нас в армии обязан отслужить человек, но присягу не принимают. Альтернативная. То есть, где-то ты будешь там ухаживать за больными, ни патроны подносить, ничего, окопы рыть буду, а снаряды подносить, корректировать. Огонь, когда правее, левее, тоже не буду. Все определенно. Почему? Не убей, накорми врага. Тем более, сегодня законодательство Российской Федерации. Если вы это не знаете, я вам все законы пришлю. Покажу, какое заявление, как у нас ребята пишут. Это заявление. Ну, да, про заявление было бы интересно. А отслужить? Ну, это за что служить-то? Это же разное дело-то. Вот у нас один врач в общине, и он говорит, отправляет меня в Чечню. Что делать? Что делать? Ехать, ехать. Не убивать, а спасать. А спасать ты будешь, куда тебя пошлют. Или на Вороссе, как называют эти, которые там федералы на Украине. Или на Майдане, везде раненые. Надо спасать. Тебе не надо о своей жизни думать. Нет больше той любви, как кто душу свою положит на друзей своих. Не с оружием в руках, а с Библией в руках. Вот так. Конечно, если вы получите одну специальность, на этом не останавливайтесь. работайте, старайтесь получить еще специальность. Специальность. она вам всегда сгодится. Так, еще вот вопросы про мат, например. Про что? Как про мат? Как отгордиться от людей, или как их вразумить, чтобы меньше матерились, вообще не матерились? Которые сквернословят? Да, сквернословят. Ну, никак. Ну, я говорю о себе опять же. Я, во-первых, старше, и при том, я живу на одном месте, и меня знает, при мне никто не ругается, даже в камере. В камере закрещенные, и друг друга толкают, батюшка молится, нельзя. Я не священник, я мирянин. Вот. Ну, терпите, не участвуйте нигде. А где-то наедине будете, говорит, им скажите, нельзя ругаться. За каждое слово перед Богом надо отвечать будет. За всякое слово. Да Господь умудрит, где сказать. Но это не смущайтесь. Ну, скверно мир. Вот мы с вами разговариваем, а между нами тут микробы у меня летают, и у вас. А у нас такие предохранительные свойства. На кожу они попадают. Они не проникают. Тут, если изобразить, там свои солдаты отбивают эту атаку. Даже пораненные, там эти все красные кровяные тельца, там что, забивают заразу-то всякую. Так и здесь. А духовную, ну, ты можешь, скажи. Обычно я, вот если ругаются, я сразу сделаю замещание. Ну, я вам не могу это советовать. Но если вы сильные, крепкие, сделайте замещание. Явно, что он уже не так скажет. Этого не надо делать. Я сразу прочитаю стихотворение. Мне даже не нравится поэта, а стихотворение хорошее. У Маяковского есть такое. Владимира Владимировича. Он говорит, пусть с фронта борьбы поступают сводки, что вышли победителями из боя злого. Не выпито ни единого стакана водки, не сказано ни единого бранного слова. Чётко, ясно, хотя он сам был матершинник, блудник и застрелился. Курака. сказал правильно, как у Высоцкого. Много слов правильных, а сам наркоман, пьяница, и на этом закончил. Одержимый демонами. Мы должны брать только хорошее. Вот так. ещё вот про друзей, которые не веруют. Говорят, что они как это сказать? Ну, что они не веруют во Христа. Ну, и что они веруют? А Вы хотите, чтобы они веровали? Так я понял? Вы должны себя укрепить, Библию знать. И если Вы зайдёте на сайт, на моём сайте, он называется «Сайт во свете Библии». И Вы там увидите книги в левом уголке. Вы их не ткнёте, когда Вы выйдете на вторую страницу, и там все мои книги. И четвёртая открытым оком, это отдельно пачка, где-то ткнёшь, и 30 томов сразу выйдут. И там четвёртый том, как с кем беседовать. Кто не верит во Христа, не верит в Бога, не верит, что Библия от Бога. Ну, разные-разные причины. А у меня родители преследуют, они не хотят, чтобы я... То есть Вы найдёте себя там в шестом разряде. Вы что должны говорить и как поступать? Другой говорит, ну, я не выдержу, я пробовал, у меня не получилось. Как с таким беседовать? То есть люди, разная градуировка идёт. Какой прилепить его? Вот это опыт уже надо. А тут у меня всё уже по полочкам разложено. Таким людям, вы скажите, будет страшный суд. Это не отрицает ни мусульмане, никто. Все мёртвые воскреснут. И сразу сошитесь снехотворения Михаила Юрьевича Лермонтова на смерть поэта Пушкина. Он говорит, есть Божий суд на перстнике разврата, есть грозный судья, он ждёт. Он недоступен звону злато, и мысли, и дела он знает наперёд. Тогда напрасно вы прибегнете к злословию, а оно вам не поможет вновь. Что? На правильную кровь показывает, которую пролил поэт. Так, вот ещё вопрос про, например, Библию. Как найти Библию нормальную? Нормальную переводу? На котором описано синодаль. Где приобрести синодальный перевод? Это вы зайдите в храм, в любой, и у них есть церковная лавка, ну, нежелательно внутри, но если нет, то и внутри придётся. И скажите, покажите мне Библии православные, и вы посмотрите по цене, которая вам подойдёт. В ней 77 книг. А чтобы узнать, православная она или нет, перед Новым Заветом посмотрите, какая последняя книга Ветхого Завета. Если книга Малахи, это означает, выпускали неправославные. Это выпускали протестанты, сектанты. У православных последняя книга, это третья книга Ездры. Так исчеркните, перед Новым Заветом третья Ездры. Вы по оглавлениям посмотрите, если нет книги Маковейские. Да, короче, так, на первой странице, в титульном листе, там написано так, Синодальное издание, или Патриарх, там, может, если написано, это можете не проверять, берите, это настоящее. А если не написано, осередитесь, поищите, где написано. Синодальное издание, или бывает перепечатанность Синодального издания, это одно и то же. Хорошую берите Библию, полную, не на один день. Есть карманные, ну, удастся, не удастся достать вам это уже, сами смотрите. Еще вот хотел спросить про молитву. подождите, говори, с нером. Ну, да, я знаю, Татьяна Ильинична. Я слышал это. Да, я это знаю. Ну, а по медицинской части, так а можешь что-то им? Ты пойдешь сегодня куда, в больницу? Это, в аптеку? В аптеку и на бочке. Это дорого стоит? Нет? Может, поучаствовать, помочь надо? О, с Богом, отошел. Парализован, вот увидишь, мы разговариваем, Сергей есть такой, Козлов из Воронежа. Второй иконы пишет, я смотрел видео. Это мужественный герой нашего времени. Красиво рисует. И вот сейчас с нашим врачом, врач краевой больницы звонил, там что-то ему нужно помочь или как. Ну, врач, совет хотя бы дать. Видишь как. Ну, и повторите вопрос. Ну, про молитву, например. Молитву. Нужно ли где-то найти? Не задали, я тут перебил. Есть молитва слов. Вы в церкви пойдите, скажите, есть ли молитва слов. Но вам надо достать на русском языке. На русском. Утреннее, вечернее правило, там они есть. Кроме того, есть разные каноны, акаписты. И спросите, есть ли у них канон, «Слава Богу за все». Запишите, как называется. Он маленький такой, там несколько рублей. Называется «Слава Богу за все». Он, кажется, «Акафис» называется или канон. «Акафис» – это краткое песнопение. Ну, и канон-то, собственно, то же самое. «Слава Богу за все». На русском языке прекрасный. Там за все, за все, абсолютно за все. За наитие художников, за изобретение, за все душа славит Бога. Ну, и кроме того, просите у Бога милости, на молитву, молиться своими словами. И вот это вот называется щетки. Видите, это 10 таких вот. 10 по 10, их здесь 100. 100. Вот мы молимся, три святоя узнаешь, и 100 поклонов. Это считается один раз. И не меньше 7 раз в день молиться. Ну, если можешь, то ночные молитвы. Богу прямо скажи, мне, Господи, вот хочется поступить к Богу просто своими словами. А родители против. Умягчи их сердца. Пусть через родителей тебе совет будет хороший. То есть, что тебе надо? Пошел в магазин, помолись. Вот утром встал, к дверям подходишь, перекрестись, так, чтобы на лоб, смотри так, на лоб, Андрюша, на чрево, где пуп у тебя, на правое плечо, и донеси точно на левое, не вот сюда, а вот где, чтобы ровный крест получился. И поклонись после этого так, колени не сгибая, в пояснице, чтобы, проверь себя, рука могла пол достать. Это поклон. Ты понял? Вот смотри внимательно. Да, да, да. Да, понял. Виде на меня, может быть, видно будет? Вижу. Это поклон. А земной поклон, это когда ты, руки, колени, и голова коснутся пола. Земные поклоны. Вот. Это поклоны, большое дело знает. Которые не молятся поклонами, они могут что-то говорить. Женщина подходила к Иисусу, кланяясь. Иисус говорит, мы знаем, чему кланяемся. А только ленивые не хотят кланяться. Поклонами мы отбиваемся от сатаны. Когда утром выходишь, к дверям подойди, Господи, иди ты, иди, если не Боже, помилуй меня грешного, и скажи, отрекаюсь сатаны, всех ангелов его, всей гордыни его, и всех ангелов его. И смело иди, тебя никто нигде никак не спрятит. То есть, сатана, дьявольская сила от тебя шарахнется. Отрекаясь от саны и всех дел его, всех ангелов его, всей гордыни его. Эти слова говорят при крещении, когда крестится человек. Это сегодня не знаешь, завтра будешь знать. В Библии есть книга Псалтырь. Запиши Псалтырь. Псалтырь. Это самая большая книга. 150 песен там, псалмов. Их на русском языке во время молитвы посчитай. И где говорится о врагах, ты понимаешь, что речь идет о демонической силе. С плотскими людьми мы не боремся. И говорится, порази врагов, это означает, отгони от меня демонов. Ну, этих демонов бесовская сила Лев Толстой называл черти. Такое слово слышали? Да. Ну, понятно. есть хорошие фильмы. Фильмы запишите, какие вам надо посмотреть будет в Ютубе. Иеремия. И-е-ре-ми-я. Так и называется. Очень хорошие. Дальше. Есть фильм. Это второй фильм. Есть фильм. Так называется книга порока Иеремия. книга Исфель. Дальше. Авраам. Моисей. Давид. Так фильмы называются. Давид. Да. Вот. Ну, посмотрите эти там. Искупление. Называется. Искупление. Еще один фильм такой. Он один Оскаров взял. Иуда бен Гур. Иуда бен Гур. Но во главе всех этих кинофильмов самый лучший. Называется Иисус. Иисус. А в скобках по Евангелию от Луки. Иисус. По Евангелию от Луки. Очень хороший. Прямо по Евангелию. Так что никогда этого не отрицайте. Будьте интересны. Что-то сфотографировать. Вон к нам приехал как-то Масленников фотограф Михаил. И он фотографировал видимо в Елоховском соборе. А может в храме Христа Спасителя. Когда службу вел Алексей Второй Патриарх. Ну и бывают такие старые закваски священники. Ну что ты снимаешь туда зачем? А Патриарх увидел это и сказал не трожьте. Это наша история. И все. Мы поговорим у нас идет автозапись. Я вот это я его выставлю. Мы предупреждаем заранее. Почему? У нас разговор очень полезный. Такой же юноша подойдет и он скажет я думал вопрос задать а тут уже отвечено. У нас 2289 роликов за два года поставили. Почему? Потому что мы очень богатые и нам есть что дать. Мы же не за деньги это продаем. Наоборот трудимся. Так еще вопрос. А вот еще как креститься правильно? Как персты складываются? Покажите пальцы как вы слагаете? Ну я раньше складывал вот так вот так вот так вот так вот так князь Владимир крестился. Так крестился Сергий Радонежский. Так крестились до Никона. А потом Никон сделал вот так вот. Но если рассуждать глубоко то неправильно ни это ни это в этом мы молимся вот так вот. Мы из старобрядческой семьи у нас так принято но никогда не осуждай тех кто молится так. Первые христиане молились одним перстом спрашиваются ну а как самое правильное? Правильное когда молились как католики молятся всей пятерней. Почему? Пять ран у Христа. Пять ран. И они слева направо наоборот. Это самый правильный крест. Но я так не молюсь потому что я так не приучен но умом я знаю. Умом умом но я показать могу в католике вот он молится как Ты с неба принявший пять ран на кресте Голгостом меня стоящего на погибенной левой стороне переведи на правую спасительную все на месте а мы молимся так Господи Господь ему Иисусе Христе Ты через лево Дево Марии принял плод Ты вознес на Одесную помилуй меня грешно на суде Божьем чтобы мне не оказаться там Господи Иисусе Христе Сыне Божий помилуй меня грешно и поклон не так что крестите и поклон сначала соверши крестное знамение а потом поклон земной или как земной уже пятницу вечером делать нельзя потому что наступает суббота а воскресенье вечером уже можно делать у церкви каноны везде ну не так сделаешь не терзай себя в этом ну нету погибели вот молитва молитвослов вы найдете креститесь правильно не спеша вот у нас принято всегда чтобы был поясок вот она такая русская форма пояс любой из чего-то в церкви продаются пояса вот так Лев Толстой стоит на фотографии видно было у военных у милиции везде пояса у монахов о поясе написано я сейчас могу маленько ошибиться 108 или 109 раз а без пояса ни разу написано только об одном не хвались распоясывающиеся распоясывающиеся хулиган только 108 раз нам еще не по мозгам христос с поясом апостолы с поясом в библии написано а пророки с поясом ян креститель с поясом ангелы с поясом откуда из откровения мы видим по перстам первая глава откровения написано золотым поясом перси это груди перси а перси это прах перси пыль а перст это палец видите как близко похожие слова дальше так сейчас вот еще про музыку сейчас много музыки я как бы слушал раньше рок мне нравился а потом он как-то меня уводить начал более такие тяжелые там есть такие направления и участках отказался даже легче стало это все не от бога и никогда не слушай и даже попроси у бога прощения что ты был увлечен хорошая музыка есть играет гуслистый иногда так минуточку подожди-ка воробьев моего я кормушка кот пришел и гоняет воробьев моих жуланы воробьи там вот это не музыка это сатана в подвал лезет говорится нет есть хорошая музыка Баха Себастьяна возьмите Страсти Господни вот я любил Пятая симфония Бетховена вот классическая музыка есть очень много возьмите Вивальди сколько у него там вообще удивительное произведение я не специалист в этом деле я просто ну люблю и все я не могу объяснить это надо иметь хорошее образование музыкальное а возьмите вот играет на органе сколько такого есть органная музыка вообще чудо какое есть народные песни хорошие хорошие там играет на гуслях гуслю особенно трогательно играет вот как поют даже все равно же не только музыка там дребедень какая-то как поют у меня есть есть исполнители конечно Федор Шаляпин это непревзойденная вот Хворостинский вот сейчас Иван Ребров открыто стали печатать Иван Ребров знаете нет нет запишите Ребров прямо в ютубе зарядите и увидите это немец мать была русская исключительно популярный он по 2 метра ростом одетый в русскую форму там и как он ну там найдете хорошее там у него есть такие там калинка но он плохого не поет Ребров Иван Павлович вот ну есть очень хорошее пели не двигались это Зыкина Людмила это настоящие у нее там такие песни и сопровождение и музыка там все вы найдете возьмите вот это я не знаю как называется на волынке на всем играет пастуха что-то забыл я его как назвать песнь пастуха как будто о пастухе речь идет или что такая ну хорошая хорошая так что старое что имеете и пластинки что рок-музыка была все выброси высветите то место святой водой покропите это все не от Бога просто попроси у Бога и ты уже другой помни тебе два пункта нужно пройти родиться свыше и быть Вадимом Духом Святым в этом все остальное все все абсолютно вот на нашем сайте и вы увидите там вызванных книгах три тома видели я у меня 38 книг вышло и Новый Завет с толкованием вот это Новый Завет считать с толкованием понимать а иначе можно выродиться в любую секту и сам не знаешь куда в какой храм будешь ходить поближе к батюшке будь ну найди который тебе по душе перед ним одним исповедуйся будет десятина отдавай ему когда работать пойдешь и десятину отдавай с радостью не то что там потому что десятина десятая часть она тебе не принадлежит это ты заработал девяносто а Бог положил десятку чтобы ты научился отдавать если ты не отдаешь Бог не говорит что ты такой жадный он прямо говорит зачем ты меня обкрадаешь это моя десятина вы воры всех которые не даете десятину наша страна страна воров этому не учат все и священники и священники обязаны платить даже нищий собрал десятую часть должен отдать вот священнику отдали мы сколько а из этой десятины который дали еще десятую часть он должен тебе отдать на храм на жертву у Бога такая стройная система и чем вы будете больше отдавать тем больше вам Бог будет давать сами не знаете откуда будут деньги идти Но я еще раз говорю, у меня пенсия на сегодня 5608 рублей и, кажется, 15 копеек. Это бомж. А я какие дела делаю? Книги, изданные мною, это минимум, ну минимум, может быть, 14 миллионов только заложено. 90% книг я отдаю бесплатно. А я 50 лет отдал этому, 9 лет просидел за компьютером. 38 томов по 752 странице. Зачем мне нужно? Это мне Бог дал громадное-громадное поле опахать. И я его отдаю людям по библиотекам. Мы же, знаешь, проехали от Тихого до Атлантического океана. Мы еще были в Лиссабоне, в Турции, везде. Это местонетская поездка. Но это Бог делает. Бог делает. Я просто попутно говорю, где вам искать. На нашем сайте вы это найдете все. Три тома можете скачать, там пейджмейки развернуть. А теперь даже могу скинуть. Вы в Mail.ru зайдите, знаете, и ко мне в друзья попроситесь. И я приму вас, и тогда я буду вам скидывать, что нужно будет. Стихотворение, там. Вы поэзию любите? Ну да. У меня написано 3467 стихотворений по 9 куплетов. Это 4 тома по 800 страниц. Заполнено до единой строчки все. Это немалое дело. Так, еще что? Вот, хотел спросить. Есть друзья. Хочу с ними... Ну, они говорили, что раньше ходили купель помогать, достраивать. У нас там в одном месте купель реставрируется. И вот хочу с ними опять объединиться и пойти помогать. Доброе дело. Доброе дело. Ну, только купель должна быть такая, которая делают они там где-то ниже пола, чтобы взрослый человек мог полностью вот так вот присесть, и чтобы с головой вода была вышла. Да, там раньше... А не просто там какая-то чашка. Раньше была не глубокая, а вот сейчас сделали хорошую такую бревенчатую, круглую. Хорошее дело, хорошее. Хорошее. Вы даже в церкви будете где, вы всегда помните, это дом Божий. И пристойно себя вести, не разговаривать, ну и все, что положено. С благоговением. Ну, очень желательно, чтобы у вас был там духовный руководитель. А вот вас будут приглашать, встретятся вам какие-то сектанты, баптисты, вы никого не отгоняйте. Не отгоняйте, будьте выше всего этого. А можно ли сходить? Можно, но не одному. Но сначала скажите батюшке, может быть, со священником, чтобы ты все знал. У них хорошие бывают книги, там, ну, просто хорошее, хорошее. У нас своих хватает, но у нас больше там на славянском бывают языки, вот. Но один никогда никуда не ходит, потому что ты молодой, не знаешь, и душа метнется куда попало. То есть я вам говорю, чтобы вы не закупорены, не сидели там, вот мы одни, мы православные спасаемся, у нас священство есть. А у них нет. И когда я говорю, что правильно это, ну, правильно относится ко Христовой Церкви, православие, католицизм, Григория и Армяне, копты и сирийцы, вот пять. А остальное за пределами объединения разной там церкви. Некоторые не соглашаются, но я высказал мнение. У них есть епископат от времен, но нам искать никуда не надо, вы православие. В московской патриархии будьте довольны. Молитет за патриарха, за епископа, уже поминайте его на молитве. И Бог вас сохранит. Охота, как бы, есть некоторое увлечение, как бы, развлечение, а охота ради, как бы, мяса, ради того, чтобы прокормить семью, это же лучше, чем развлечение, когда вы покупаете пятизарядное ружье, лишь бы поехать там пострелять куда-нибудь. Ну, на охоте бывает и убивают друг друга, когда загон не увидят и проще это. Я советовать вам не могу, потому что я сам с ружьем под подушкой спал. Я не убил мне ничего, но я все время стрелял и стрелял. Я готовился террористом быть. Поэтому я знаю, что такое. И птица, если вам, это до обращения, когда я не знал ничего еще, я много спортом занимался, там, бокс, глупостей много было. Ну, целенаправленно отомстить коммунистам. Вот какая мысль была. Вот. Но Бог, видишь, как повернул все, и я благодарен моему Богу. И ружье, никакого греха в этом нет. Бывает так, у меня голуби, а ястреб таскает. Я ничего не могу сделать. Но пришлось попросить ружье. У меня было много оружия, все, сейчас ничего нет. И подкараулил я его, разнес, и все, голуби летают. А в городе не могу ничего сделать. Так мы крест осветили, деревянный такой. И там, откуда он прилетает из-за обида, там повесили. Он больше ни разу не прилетел. Так осветили водой, тут два священника было. Молодые ребята полезли. И все видели, он пролетает около креста, а на эту сторону не может завалиться. Я стихотворение даже написал. Только слышали, как воняет падаль. А голуби теперь резвятся и больше... А то обнаглел, прям прилетит у меня лестница на чердак, там голубятня, лестница. Он на лестнице сядет и сидит ястреб. А не только вылазит, он хватает и полетел. Ну, я просто люблю, у меня три голубятни. В деревне две здесь одна. Это любовь у тебя. У меня три кошки, потому что я их две на чердак, а потом меняю их вахтовым методом. Потому что мышки, там пшеница, все, что для них надо. Горох, мышцы хоть не едят его, семечки. Ну, надо... Неплохо, когда ты чем-то увлечен. Вот у нас одна в деревне сестра, а у ней курицы были, кажется, шесть, что ли, пород разных. А то, может, больше. Ну, там у ней... Одна курица, у ней перья такие, как, говорит, взрыв на макаронной фабрике. Все вот такие породы. Она индюков, гусей, все держит. Одна женщина. Корову держала не одну, овечек. Одна женщина. Такая она, любовь Минаева. Ты даже по-простому, где будешь работать, тебя, ну, просто люди в тебе будут нуждаться. А ничего нет к чему-то. Ну, еще тебе просить нечего. И она везде-то в богородье растет. Она опять принесла, тому дает другому. Я приехал маленько, что-то занемок с дороги. Она смородины свежей, или еще что-то арбуз притащила дыню. У нас все растет в Сибири-то это. А ничего нет, ничего и нет. Надо, чтобы все было. Если будет у вас благословение на семейную жизнь, чтобы она была такая. Не спеши. Женился на скорую руку, на долгую муку. Чтобы она была верующая. Она могла в огороде работать, все. А если она умеет только на ногах крутиться, там, на носках ходить-то... Зачем она нужна тебе такая-то? Таких сейчас много. Бремя такое ярмо надевать. Молись, и Бог все это укажет. Ну, конечно, я далеко от вас, но скажу, главное, это вам священник. А будет еще желание, накопите вопросов. Ну, вот в это время подходящее. Я вам постараюсь ответить. Так. Все? Нет, еще есть. Ну, давай. Хотел рассказать. Давай. Пару недель назад отец выкинул в окно. Плохо слышно? Ну, давай сейчас получше. Слышно? Ага. Говорю, отец не знал и выкинул в окно кошку. Собаки бегали на улице. Так они ее подрали, он ее кое-как отбил. Ну, думали, что все, пропала кошка. Куда-то делась, искали, искали по соседям, по этим. Говорит, вроде ухромала куда-то. Ну, я там помолился вечером. Говорю, Господи, спаси ее, пожалуйста. Ну, очень люблю ее, эту кошечку. Очень она лаская ко мне ночью приходит. И мать тоже говорит, у кота попросила. Говорит, поищи, поищи, мать свою, где она ходит, пусть придет. И дома был. И она через неделю только вернулась, хромая, побитая. Ну, вот, благодарила я за это. А почему же ее бросил? А он не знал, ну, просто хотел, чтобы погулять сходила. Уже долго дома была. И запамятал, что собаки на улице гуляют. И они... На первом этаже живете? А у нас свой дом. Свой дом. Ну, у меня тоже свой дом. Этот дом я выиграл, дом этот выиграл. Когда вернулся, 11 лет шел суд, что меня изъяли. Я реабилитированный, политзакрещенный. И я выиграл. Денег нет у администрации города. И мне отдали два домика. Видите, как интересно. У меня три кошки. Три. У меня тоже. Мышек ловит. Ну, вот это, конечно, беда какая. А что, на ногу сломали ли они? Или перекусили ли они? Не, они просто ее так потрепали. Она, видно, где-то отлеживалась и пришла. А ей сколько? Покусно. Старая она, нет? А, уже, наверное, 5 или 6 лет. Нет, это не старая. Еще нормально. Еще нормально. Она до 15 лет живет. Ну и как? Полегче сейчас? Ага, сейчас уже нормально. Ходит нормально. У меня ролик есть такой. Летом мы ездили с собакой. С нами собака ездила. Я видел, наверное. Чемпион России. Представьте, чемпион. У него медаль золотая. И вот они вдвоем, что они на маленькую на шарика напали. Видели, как там? Они его ногу перекусили. И я ему как это, лангетку сделал, перебинтовал. А чтобы он не срывал, на него эта 5-литровая банка такая-то, ну, не стеклянная, надели. И привязал, тут шлейку сделал. А через нее кормил там и все, там ему и сметану, и рыбу, и все. И он выздоровел, даже ножка срослась. Правильно, теперь он носится, бегает. Вот так. Скотину, если ты любишь, это хорошо. Всегда жалей. Собак охотничьих много. У меня отец охотник. У нас там норные собаки, лайки. Очень люблю. Доставляют удовольствие. Даже гулять просто с ними. У меня на улице тут собаки. Не нищие просто так. Ну, а тут наша знакомая одна приходит, с мясокомбината приносит. Я каждый день их кормлю. Так они увидят издалека, несутся, ласковые такие. Никого не укусят. Вот и все. Всех собак приучили. Мне смеются, тебе больше заниматься нечем. Почему нечем? Есть чем заниматься. Я еще должен накормить воробьев, голубей. Каждый день лажу туда. А мне 76-й год. У меня даже на жизни никакой нет. Надо жить интересно, Андрюша. Весело, красиво, даже в бедности. Никогда никому не завидуй, не ропщи. Болеет, я даже не обращаю внимания. Наплевать да забыть. Ну, если не переломано, то перетерпится. Людям есть такие, которые, как Сергей, парализованы. Вот. Ты подумай, а у меня еще тут нормально. Ну, да. Главное решить. А, вот еще. Вот еще вопрос. У меня фотоаппарат был. Я увлекался очень. Ездил там к знакомым в деревню. Там закаты фотографировал, храмы. И вот, как-то пришел с учебы, дом вскрытый. Украли, только его украли. И не украли ни драгоценности, ничего. Его сейчас дело ведут. Я как бы понимаю, что он может. Человеку денег надо было или что-то. Он украл там. Как его? Простить или... Простить. Андрюша, простите. Ну, я понимаю, что простить нужно. Но, как бы, фотоаппарат-то он мне вернет или не вернет, непонятно. Не вернет. Ну, да. Даже никак не скажу, пусть он работает. Вот представь себе. Мы едем в дороге. Я просто к примеру говорю, к примеру. Забудь, что меня видишь перед собой. Ну, люди разные слушают. Едем в поезде, общий вагон, окно открыто. Летом жарко. И проезжаем уже мимо нашего дома. Мне надо дальше ехать. Из Барнаула садимся в Москву. И в это время рядом полупьяный хулиган. Вот так у меня... Я считаю, Евангелие-то. А он вот так вот схватил ее в окно, вот так вот выбросил в это окошко-то. Евангелие-то. Ну, выбросил, выбросил. Все, я отошел. У меня с собой еще есть, я еще взял. А он ушел. Ну, хулиган. Я говорю, как будто и не было этого. Ничего нет. Дальше... Я встречаюсь с женщиной, она говорит, чудо какое. Мы, говорит, ягоды собирали. И все время я молилась, у меня Евангелия нету. Мы с дочкой были. Ну, и подошли близко к поезду. А там такая сторона солнечная, ягоды, трава большая. И мы собирали-то. И с неба Господь нам бросил Евангелие. Я говорю, а что в Евангелии-то написано? Она считает там, а там мои инициалы, к примеру, стоят. Помещено было на корочке-то где-то. Вот я бы жалел, а оно оказалось к месту. Она как с неба его получила-то. А он его вышернул-то. Ну, она там брала ягоды, она не смотрела. Это оно блюхало за нее-то. Но она-то молилась, пошла, Господи, мне Евангелие так надо. И вот она получила. А Господь рукой пьяницы взял, выбросил и все. А я еще бы на пьянице сердился-то. В моей жизни столько было интересного. Я начну рассказывать. Люди говорят, да все придумывайте. У меня свидетели, я не один был, а 8 человек. Как мы в дороге были, слезали на той станции. Ну, на той станции, но так как мы впереди уже слазили, то нельзя слазить было. Билет, когда идет сплошняком, только один раз можно слазить-то. Мы не знали. Ну, и теперь-то мы идем через другие вагоны. И там в одном месте, где остановились мы, а там женщина одна, а ее послали из города Пензы, собрались вместе достать Евангелие. Годы советской власти еще. И вот она увидела, что мы считаем Евангелие, сидит и плачет. Мы нигде не достали. А мы достали. Мы посоветовались, мы сможем еще достать. А может, и сможем. Давайте ей подарим. Ее радости не было конца. Это большое патриаршее издание, Новый Завет с псалтырью. И мы ей подарили. А если бы мы там не слезли, мы в этот купе не попали, но все было бы по-другому. По-другому. А так как мы шли рано, то дорога еще одно было чудо. Сзади последний, который шел, самый здоровый парень, тащился он. Ну, а который убирает там в ресторане. Ну, ходит тут все. Он говорит, ну, простите ради Христа. Спаси, Христос. Да громко так сказал. Спаси, Христос. И дверь закрылась. А тут директор ресторана спала. Она дверь открыла. А где Христос? Она что-то во сне видела. Да не Христос. Вот Иисусики. А у нее какая-то беда была. Она тогда и говорит, ты сейчас, вот как-то мы все сготовим, ты возьми это судно, там такие чашки разносят по вагонам, и найди мне этих. Кто они такие-то? Ну, она пришла и говорит, это вы ночью проходили. Да. А вы же говорили, что Христос? Да. Вас директор просит. А зачем? Мы в рестораны не ходим. Ну, придите. Ну, она просила. Ну, ладно, мы пошли. Я в этот день в вагоне 4 часа проповедовал стоя. Даже один подошел, вытащил там документ, ну, корочки своей, сотрудник КГБ. Она как на него руки вот так вот в бока взяла, буквы Ф надвинулась. Ты сотрудник, ты вчера мне на карачках выпался отсюда. Он сказал, извините, пожалуйста, они такие культурные эти. Ну, выпивший был мужик-то. Он не стал даже спорить с ней-то. И я продолжал дальше говорить. Они не знают, что дать, что нужно. Пост идет, я говорю, у нас. Картошку я сниму уже нечищенную. Ну, только такая, чтобы нож провалился, не разварился. Ну, мы сделаем. И вот они тут же сварили. Я большое блюдо, я иду и несу, как Данайские дары. Понимаете, мы вылезли плохо, а сколько хорошего из этого получилось. У Бога все сочленено одно с другим. Надо только смотреть и радоваться. Вот это наша встреча. Вы свою фамилию-то знаете, откуда она происходит? Исаев. Ну, да, Исаия. Пророк Исаия. Да, Пророк Исаия. Это один из самых великих пророков. Его называет ветхозаветний евангелист. А еще был Исаев. Может, смотрели 17 мгновений Весны Тихонов? Вот. Он тоже Исаев. Да, да. Исаев. Тут-то был там-то Штирлиц, а тут Исаев. Даже фамилия у вас говорящая. Вы не имеете права быть каким-то тяжелым роком. Выкинь сегодня же. Вычасти все. У тебя должна звучать божественная муха. Это музыка Баха Себастьяна. Приучи себя к этому. Настрой на это. Вот так. Ну, в принципе, все, да. Спасибо. До свидания. Отвечайтесь.